Наш фестиваль, Элисгарденфест, это прежде всего для профессионалов и любителей ландшафта. То есть это такой вот у нас общественный движ. Это будет еще как бы тандем архитекторов и ландшафтников. Дальше эта площадка будет работать как эко-арт-пространство, на котором будет проводиться мероприятие. Вообще больше женская, кстати, профессия ландшафтный дизайнер или нет? Нет, оно 50 на 50. Иногда мужчины даже как-то креативнее. Ночь садов. Это начинается вечер пятницы, пятница 13-й. Не бойтесь. То есть будет такое вот интересное общение. Друзья, с 12 по 15 августа в Ярославской области впервые пройдет фестиваль ландшафтного искусства Элисгарден. Сегодня у нас в гостях организатор мероприятия Оксана Андрианова. Встречаем аплодисментами. Эко-арт-фестиваль. Всякие у нас в Ярославской области были события, но такого точно не было. Поэтому рассказывайте, к чему, для чего, для кого и каких целей хочет добиться это мероприятие? Наш фестиваль Элисгарденфест – это прежде всего для профессионалов и любителей ландшафта. Дальше эта площадка будет работать как эко-арт-пространство, на котором будет проводиться мероприятие, которое будет дальше развиваться. Как место протяжения, да? Да, место протяжения, творческое пространство, людей – это художники, поэты, ландшафтные. И все это будет украшаться большими садами. Ну и с поддержкой, конечно, наших ярославских ландшафтных дизайнеров. Спасибо им, что они помогают участвовать, организовывать вот это все. Наших художников ярославских. То есть это такой вот у нас общественный движ. Общее представление есть? Это растения только или это еще и какие-то конструкции? Это и конструкции, это и скульптуры. Вообще как бы у нас разделенный фестиваль на два направления. Это у нас деловая часть будет и часть уже развлекательная. Деловая часть у нас начинается с 12-го числа. Это начинается конференция ландшафтного направления. Это профессионалы зеленой отрасли, которые собираются со всей России. Это у нас приезжают известные спикеры. Ну расскажу только это вот Светлана Чижова у нас. Интереснейший человек, который профессионал своего дела. И поделится с нами, как сделать красиво. Именно свои лайфхаки даст профессионалам. То есть это профессионалы зеленой отрасли, уже люди, которые в этом допросе. То есть это сами дизайнеры? Это сами дизайнеры. Ну и, конечно, привлекаем туда ландшафтных, не только ландшафтных дизайнеров, но и дизайнеров-архитекторов. Потому что все равно, планируя дом, они приучастны и к участку. Поэтому это будет еще как бы тандем архитекторов и ландшафтников. Ну должно сочетаться. Да, да, да. То есть это должно, чтобы архитекторы тоже немного в красоту зеленую внедрялись. Немножко понимали тоже об этом. Да, да, да. И вторым днем у нас 13 число будет интенсив. Это для именно вот как раз любителей новичков ландшафта. Или кто-то хочет только стать ландшафтным дизайнером, не знает с чего начать. Как раз у нас прилетает Ольга Попасова с Бразилии непосредственно. Непосредственно. И будет преподавать. Как бы это будет такой интенсив, где люди, придя со своим планом участка, могут с ноля все себе сделать и понять, с чего начать. Практическая, то есть, польза. Да, практическая польза. То есть не то, что я когда-нибудь сделаю крутой дизайн. Да, то есть они уже уйдут, уже зная, что план действия, что им дальше делать, от специалиста высочайшего класса. То есть мы вам рекомендуем, друзья, не начинать пока у себя на участке работы. Сначала посетите с 12 по 15 августа интенсив, мастер-класс, можно так сказать. И, может быть, у вас идеи появятся, которые можно воплотить сразу в жизнь. Ну и у нас будет еще такой большой бизнес-пикник, где у нас соберутся наши партнеры, наши ландшафтные архитекторы, наши правительства приедут. Сообщества из Москвы. Это внешний бизнес приедет. Это будет опора России. Вообще больше женская, кстати, профессия ландшафтный дизайнер или нет? Нет, оно 50 на 50. То есть, мне кажется, иногда мужчины даже как-то креативнее. Мы поняли, что будет интенсив, будет обучение, будет бизнес и книг, когда вот коллаборация. Да, тоже любые как раз могут принять участие любые наши предприятия города Ярославля. Мы приехали приехать, мы всех приглашаем, то есть, они найдут друзей, партнеров, то есть, пообщаться. Костачка им могут выступить. Да, да. И как раз на это мероприятие мы затронем тему именно озеленения нашего города. Опыт, какой, например, там Казани, Иваново, как именно сделать вот наш город именно красивым. Будет пригласим главного архитектора. То есть, будет такое вот интересное общение. По самому месту это какое-то вот уже существующая площадка или вы его как-то застраиваете специально? Мы его специально сейчас застраиваем. И дальше эта площадка будет существовать. Ну, написано, там есть озеро. Да, да, озеро есть. Это район Красного профинтерна. Да. Да, Яснище, деревня. Да. И вот прямо где-то в деревне. Не прямо, а за деревней. Немножко отдаленно, чтобы не мешать людям. Мы на территории 2 гектара. У нас будет площадка, рядом наше озеро, подъездные пути асфальтовые. Как раз сейчас готовим и парковки, то есть, люди могут приехать спокойно к нам на мероприятие. Что будет уже вот готово, я имею в виду, из архитектурных, малых архитектурных форм или каких-то уже ландшафтных вот этих вот экзорсисов? Мы готовим большую красивую площадку. Это такой выставочный сад, арт-объект, зона отдыха, фото-зона. То есть, такая коллаборация таких интересных названий «Шахматная доска». И, конечно, будут у нас большие мы квадрокуполы делаем, которые постоянно у нас будут там находиться. Чтобы дождик не завел. Да. То есть, большой 12-метровый и 8-метровый. Это для мелких мероприятий или для фудкорта. Давайте тогда уж про развлекательную. Что будет? Самое первое у нас развлекательное – это «Ночь садов». Это начинается вечер пятницы, пятница 13-й, не бойтесь. Поэтому мы решили так усугубить это мероприятие как бы тем, что у нас будет вечернее шоу огней. То есть, там будет и огненное шоу, там будет и освещение ландшафтное, как правильно подсветить, то есть подсветку сделать. Там как раз у нас коллеги презентуют свою книгу, которая только выпускается 12 августа, где будет эта книга представлена, ландшафтное освещение, как это правильно сделать. То есть, это впервые будет. Пока еще в России эту книгу не представляли на общую публику. То есть, это произойдет у нас в Ярославленной Элисгарденфест. И, соответственно, будет лазерное шоу. Музыкальная группа? Музыкальная группа, да, будет Корни травы у нас. Это Ярославская известная группа. И закончится все это звездочетом. У нас будет звездочет, который будет показывать в свою подзорную трубу падающие звезды. Ну, дай бог, чтобы у нас не было. А как раз в августе-то самый звездопад у нас был. Ну, и нам повезло, что там определенный, не могу сказать точно, но именно какое-то событие, которое раз в 200 лет проходит, и оно именно вот в эти даты. Ну что ж, друзья, напомню, с 12 по 15 августа в Ярославской области впервые пройдет фестиваль ландшафтного искусства Элисгарден. Дорогие наши ландшафтные дизайнеры, архитекторы, профессионалы своего дела, кто как связан именно с ландшафтным искусством. Приглашаем всех в партнеры, приглашаем всех на нашу деловую программу. Будем очень рады. И, конечно, гостей нашего города и жителей нашего города, кто любит свою дачу, любит свой дом и хочет как-то это украсить. Потому что кроме каких-то таких больших тем у нас постоянно действующие будут мастер-классы. Смотрите за анонсами. То есть будут еще ландшафтные мастер-классы специализированные, будут мастер-классы по декорированию именно каких-то предметов интерьера для сада. То есть очень будем всех ждать и милости просим в наш Элисгарденфест. Ура! Приходите!